Добрый день! Вы смотрите русскоязычный информационный канал РТФОД. Меня зовут Елена Миненкова. В эфире программа «Страна и люди». Качество, надежность, широкий модельный ряд и относительная доступность. Вот то, за что во всем мире любят немецкие автомобили. По количеству их производства Германия уступает только Японии и Китаю. Причем авторепутацию этой страны не смог повредить даже недавний скандал с концерном Volkswagen. Осенью 2015 года выяснилось, что 11 миллионов дизельных авто, которые были преимущественно проданы в Европе и Америке, означены оборудованием, которое умышленно занижало количество выброса вредных веществ в атмосферу. Судебные тяжбы продолжаются до сих пор, однако это не мешает 3,5 тысячам новеньких авто ежедневно сходить с конвейера и отправляться к своим владельцам. Но вот парадокс. Последнее время все больше немцев отказываются от своих Volkswagen, Mercedes и Porsche и пересаживаются на общественный транспорт или велосипеды. Уж не с тем ли это связано, что содержать автомобили в этой стране удовольствие не из дешевых? На этот и другие вопросы ищем ответы с моими сегодняшними гостями. Добрый день! У нас сегодня в студии Дмитрий Шалабаев, активный пользователь каршеринга. Вы сейчас пишете как раз работу по популяризации использования велосипедов. И Леонид Поляков, автомобильный эксперт и радиожурналист, который делает программы на автомобильную тематику. Давайте начнем в принципе с автопсихологии. Вот что значит для скрупулезного, бережливого, не сказать больше немца, что значит владеть собственным автомобилем? Как немцы к этому относятся? Ну немцы-то разные существуют, но в принципе немцы народ автомобильный, скажем так. Они любят автомобили, а это считается автомобильной нацией. Я думаю, Леонид подтвердит. Могу только подтвердить. Да, то есть немецкие автобаны известны во всем мире, но действительно автомобиль становится все дороже, скажем так, для кошелька обычного бюргера. И в принципе именно касательно Берлина. Берлин город небогатый по сравнению с другими городами и землями. И здесь наблюдается тенденция в пользу отказа от владения автомобилем. Общая тенденция, которую констатируют сами немцы, она заключена в поговорке «автомобиль – это любимый ребенок немца». И поговорка эта при всей судьбе, но в каждой шутке есть доля шутки. Поговорка эта на самом деле намного серьезнее, чем кажется. Дело в том, что наши слушатели, насколько я понимаю, большинство из них находится тоже в Германии, каким-то образом сделали для себя выбор. И зрители тоже. Зрители, конечно же, но это радиожурналисты. Находятся в Германии и сделали осознанный выбор. Почему-то же они приехали именно сюда, в эту страну. Наверное, потому что им интересно, нравится, соответствует какому-то внутреннему состоянию немецкая культура. А автомобиль – это такая же часть немецкой культуры, а может быть и большая, чем пресловутые стихи «Гёта» и «Товарские колбаски». И вот совершенно верно. Но все-таки здесь принято так, что у каждого члена семьи есть свой автомобиль. Я имею в виду, опять же, среднестатистическую силу. Если есть такая возможность, обычно, да. Немцы – народ практичный. И считают деньги свои. Если есть возможность содержать автомобиль, они покупают автомобиль. Есть, конечно, люди, которые принципиально отказываются от автомобиля. Но тоже, скорее всего, мотивировка отказа изначально финансовая. И только потом уже идут экологические стороны, риски, неудобность парковки и так далее. Но вот как раз вы один из тех людей, который осознанно отказался от автомобиля. Почему вы это сделали? Чем продиктовано ваше желание? Я был автомобилистом, скажем так, очень долгое время. В России, в Москве, да. Приехав сюда, я понял, как хорошо отдыхать от автомобиля. Я не противник, скажем так, автомобиля самого, но я отказался от владения. Я активно использую каршеринг. Давайте поясним, что это такое. Каршеринг, то есть это… Есть несколько видов каршеринга. Есть станции, где стоят машины. Ты подходишь, скажем так, с помощью смартфона или карточки откроешь автомобиль. Это машина, которую вы можете взять на прокат. Да, на прокат, моментальный прокат, скажем так. И, конечно, с чем особенно мне нравится Берлин, это возможность использовать велосипед. То есть это куча парков, куча велодорожек, отношение автомобилистов к велосипедистам. И, в принципе, у велосипеда, ну, и, скажем так, и у пешехода, и у велосипедиста ограничение только по дальности расстояния. Естественно, если надо куда-то далеко ехать, есть общественный транспорт, либо автомобиль, допустим, каршеринг. Но вы оказались только лишь потому, что вы устали от автомобиля? Или же все-таки есть какие-то более глубокие на то причины? Ну, не то чтобы устал, скажем так, я люблю водить. Я люблю водить, я с удовольствием делаю автопутешествия, с удовольствием езжу на каршеринги. Люблю, скажем так, каршеринг дает возможность, допустим, и аренду автомобилей испытать разные автомобили. Не ездить постоянно на своей, а использовать возможность прокатиться на маленьких, больших, быстрых, медленных и так далее. Но в городе автомобиль мне, допустим, не нужен, действительно. А вы живете в городе? Я живу в городе, я живу почти, ну, не в центре, но в очень таком районе, ну, почти Кройсберг, скажем так. Ну, это относительно центральный район. Да, это относительно центральный район, но очень загруженный. Но, опять же, у вас больше детей, насколько я знаю. Опять же, насколько я знаю, у вас двое маленьких детей. Двое маленьких детей, да. Как вы с восьми без машины в городе? Это же садики, больницы, кружки. Есть велоприцеп, замечательная вещь. Ну, пока они в коляске, на самом деле, у нас, то есть они еще совсем маленькие, мы никуда не ездим. Но велоприцеп вполне удобная штука. Я согласен, что, в принципе, может быть, в дальнейшем, когда у меня семья будет там больше или они вырастут, мне понадобится автомобиль. Но, опять же, для чего? В садике у меня все, в пешей доступности, общественный транспорт ходит почти как швейцарские часы, скажем так. Иногда бывают сбои. В принципе, я пока не вижу причин для меня покупать автомобиль. Удобство? То есть, или вам идти куда-то на метро, или вам где-то искать? Я люблю ходить пешком. Это дело, я полюбил ходить пешком. Я люблю ездить на велосипеде. У меня дома велосипед, я пользуюсь рабочим велосипедом. С удовольствием. Что скажет на это заядлый автомобиль? Ну, кстати, я могу согласиться отчасти, потому что это не взаимоисключающие вещи. Вот при всем моем автомобилизме я достаточно много хожу пешком. Может быть, это с автомобильной жизнью, собственно, и связано. Почему? В Берлине парковаться в центре, ну, тяжело. У меня большой автомобиль. Он помещается не на любой паркинг, не проезжает, где высота меньше двух метров. Такая большая проблема. Но вот если кто-то из, опять-таки, зрителей знает эту проблему, я могу только искренне сочувствовать тем, кто любит большие автомобили. Большинство подземных гаражей, например, и многоэтажных гаражей рассчитаны, как германия, на высоту метр восемьдесят пять. Пятнадцать сантиметров не хватает, голову не прыгнет. Не получается. Колеса подпустить. Ну, все равно, все равно много. Не хватает. То есть, нормальная ситуация, когда, чтобы найти место на парковке, человек делает пять, семь, восемь кругов, опаздывает. Нет, ну, поскольку... То есть, вы бросаете неположное место? Вы нарушите? В Берлине достаточно... Берлин достаточно хорошо, я знаю, тем более его центр, поскольку достаточно давно живу здесь. Я паркуюсь там, где есть место. А таких секретных мест достаточно много, любой берлинец их назовет, десяток. Ну, и пройти, в общем, десять минут пешком, даже в такой погоде, как сейчас, не проблема. Правда? Поэтому, вот, по поводу пешеходного передвижения в комбинации с автомобилем, обеими руками за. Но, тем не менее, допустим, отказываться на сто процентов от автомобиля вы не готовы? Не, категорически. Почему? Хороший вопрос. Наверное, потому что слишком давно и слишком профессионально я этим занимаюсь. Понимаете, всегда, ну, может поменяться все, что угодно, ведут какой-то закон, скажут, что там использование автомобиля запретить с какими-то вот исключениями, чтобы эти исключения, чтобы эту возможность получить, надо какие-то там сложные какие-то движения совершать. Все равно останутся люди, которые, ну, с которыми ничего не сделать. Вот я один из них. И, на самом деле, автомобиль, это все-таки, это намного больше, чем средство передвижения. Это больше, чем предмет. Ну, он же живой, на самом деле, да? Вы садитесь в автомобиль. Вы ездите на автомобиле. Я ездила в России на автомобиле. Здесь я еще, к сожалению, не передала немецкие права. Все еще впереди. Ну, неважно где. Вы садите за руль автомобиля. Это еще, на самом деле, любого. Это может быть прокатный автомобиль. Вы же не разговариваете? Я его глажу даже. Ну, так вот, собственно говоря, а как же, а если гладить нечего будет? Нет, на это я категорически отказываюсь. То есть, такая реальность нам не нужна. На самом деле, вот эта вот идея энтузиазма такого, да, она вот чем интересна. Ну, представим себе, вот если интересно, такую модель, ну, запретили вот ездить каждый день на автомобиле. Ну, вообще, к 2050 году планируются немецкие... Естественно, на электрическую тягу. Нет, на электрическую тягу планируется к 2030 году. К 2050 году планируется очистить центр немецких городов от машин. То есть, на самом деле, это не такое уж и далекое будущее. Ну, в центре ходить будем пешком, значит. Всегда останутся какие-то места, где можно ездить. И самое главное, еще раз, да, ну, сделают нам какие-то резервации, где автомобилисты будут собираться и там ездят на автомобилях. Ну, наверное, это не самая такая розовая перспектива. Не идеальная модель будущего, но в крайнем случае, значит, так. На самом деле, я в это не верю. Вот по какой причине. Ну, это же политика. А кто может позволить себе пойти настолько в разрез с интересами своих избирателей? Ни одна партия в Германии не может себе этого позволить. И, ну, вот этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Даже если, опять-таки, вот если такая теоретическая возможность допускается, но все равно слишком много людей, для которых автомобиль, так же, как для меня, больше, чем железка. И которая, вот эта возможность им пользоваться и им владеть, первое владеть, да, это больше, чем пользоваться, потому что вот все эти кардшеринги, это замечательно, как одна из возможностей. Но мне это не заменяет моего автомобиля, моих автомобилей, скажем так. Так вот, я хочу владеть автомобилем, автомобилями, такими, которые мне нравятся, которые мне приятно, чтобы он у меня был, чтобы он у меня стоял в гараже. Но это вопрос достатка все-таки еще. Это уже другой вопрос, но тем не менее. Ну, даже если считаешь, что достаток примерно все-таки в этой стране относительно одинаковый у всех, но нет такого гигантского разброса, как где-то еще в мире. Вопрос даже недостатка от того, как человек этим достатком распоряжается. Правда ли, что немцы меняют автомобиль в среднем раз в три года? И именно поэтому, кстати, предпочитают покупать немецкие автомобили, что даже подержанные они остаются в прекрасном качестве. И с чем это связано вот такое? Это делают те, кто автомобиль не просто любит и не просто им владеет, кто им интенсивно пользуется. Таких людей много. Для кого-то колеса – это источник, ну, собственно говоря, способ зарабатывать деньги. Потому что люди, которые работают, скажем, ну, всевозможные продажники, которые должны объехать большое количество точек, договориться со своими клиентами, не накручивают невероятное количество километров. Я бы знаю просто много таких людей, всего профессиональных своих обязанностей. Они наезжают, то есть они за эти три года автомобиль практически изнашивают. И его пробег, ну, такой, как у, условно говоря, среднего какого-то автомобилиста, накапливается лет за 10, может быть, или 15, да? Ну, то есть это действительно необходимость? Им это нужно. Это первое. Они связаны это еще с налогами. О, расскажите, что с налогами? Потому что, насколько я знаю, первые несколько лет человек не платит некоторые налоги при покупке. Только в том случае, если автомобиль, ну, это вот все эти модно-экологические нововведения, если автомобиль проходит по какому-то достаточно высокому... Ну, евро-5-6, по-моему, да. Ну, сейчас все автомобили, они евро-5-6, поэтому... Соответственно, есть возможность... Евро-5-6, это что такое? Это стандарт по, скажем так, выбросам. Категория частоты выхлопа, да? То есть чем выше вот эта цифра, тем чище, тем меньше содержание всего вредного. Да, то, что человек не платит налоги на такую машину, это как раз стимулирует людей покупать более экологически. Ну, платит налоги, просто меньше платит. Ну, там существенно, на самом деле, получается, при больших, допустим, объемах двигателя. Это несколько сотен евро в год. На фоне стоимости автомобиля, ну, должен быть какой-то человек, который вот такой любитель арифметики, который в столбик складывает там все эти цифры и говорит, ага, вот здесь мы сэкономили, значит, если мы сейчас разделим на 24 месяца или 36 месяцев, да это же 23 евро в месяц, получается, сумасшедшие деньги. Ну, есть такие люди, безусловно. В Германии вообще все считают. А также немцы пунктуальны, держат свое слово. Ну, что еще, да, вот это больше всего смеются немцы, когда им об этом говоришь, на самом деле их это больше всего удивляет. Сколько, опять же, в среднем стоит содержать машину в Германии? Насколько нужно рассчитывать, если я хочу купить машину, например, среднего класса, ну, скажем, Volkswagen Jetta, к примеру? Если у вас права с каким-то определенным стажем, с которым вы приехали сюда, и вы не претендуете на какой-то большой автомобиль, как у меня, например. А у вас какой автомобиль? У меня Opel Vivara, это автобус. Мы еще вернемся к этой теме. Так вот, по поводу цен, оно рассчитывается на 100 евро в месяц. Вот совсем, если просто средняя потолочная вещь. Ну, в самом деле, побольше, потому что еще резина, еще иномерзайки, расходники, ТО. Все это там накапливается, на самом деле, нормальная сумма. А бензин входит в эти 100 евро? Или это дополнительно? Ну, допустим, если еще сравнивать с каршерингом, то у каршерингов стоимость входит бензин. Все входит, кроме определенной страховки, скажем так. При владении собственным автомобилем платишь за все сам. Бензин, масла, парковка. То есть государство, оно, с одной стороны, делает все, чтобы стимулировать человека отказаться от автомобиля. А с другой стороны, понимает, как будет, политика. Германия – это страна, производящая автомобили. Вся индустрия Германии, она сосредоточена на производстве автомобилей. Европейский лидер как-нибудь. И, естественно, она не может отказаться от производства и запретить автомобили. Может быть, конечно, она там попытается больше на экспорт продавать. Но основной потребитель немецких автомобилей все равно остается Германия. Но вот вы сказали, что примерно, ну хорошо, 150 округлим евро в месяц содержать машину. Вы отказались от автомобиля. Вот вы считали выгоду? Конечно. Расскажите поподробнее. Ну, допустим, я там, ну, до рождения детей, скажем так, мы часто делали автомобильные путешествия. То есть у вас была здесь в Германии машина? Нет, я арендовал. Мне выгоднее арендовать машину на путешествии, чем владеть автомобилем здесь. Причем я не несу практически никакой ответственности. Я всегда беру в аренду, как бы, фолькаску так называемую. То есть, что все включено. И мне это выгоднее. Хорошо. То есть до того, как у вас родились дети, вы совершали особо путешествия? Да, мы постоянно ездили. Каршерингом я использую. Сейчас пользуюсь. То есть мне доехать докуда-то в городе, если прям срочно надо, ну, там, 15 минут, скажем так, это, ну, там, 7 евро в одну сторону. Причем, мне, каршеринг, чем удобен, ты можешь доехать, бросить и пойти дальше. И оставить машину. Свою же машину должен потом забирать. Допустим, если ты ведешь, прям так, активную социальную жизнь и в четверг решил с друзьями вечером выпить, тебе не надо возвращаться с моим автомобилем в пятницу или субботу. Ты сел на общественный транспорт, доехал обратно. На велосипеде ты вообще можешь туда обратно ездить. Ну, хорошо, то вы сказали 7 евро в одну сторону, 7 евро в другую сторону, да? Ну, в обратную сторону не факт, что поедешь. Ну, хорошо, да. Если говорить про общественный транспорт, то здесь на самом деле в Берлине не такие уж и дешевые тарифы. Ну, да, в принципе, за 7 евро на один билет стоит. 7 евро стоит дневная карта. То есть вы вот таким путем, вы считали, что вам... Ну, я студент, у меня вообще... Да, у вас большое приведение уедеть по студенческому. Да, но я предпочитаю все равно, если... Это, кстати, тоже, я думаю, один из аргументов, почему вы отказались на данном этапе. Может быть. Это большая экономия. Ну, на самом деле я предпочитаю в хорошую погоду и если на велосипеде даже на дальнее расстояние. Ну, вот на этом моменте я предлагаю прерваться и посмотреть сюжет моего коллеги Сергея Гапонова о том, что это значит владеть автомобилем в Германии. Доброго времени суток всем, кто смотрит нас на канале РТВД. Светлана Смолякова. Это теперь Светлана стала заядлой велосипедисткой. А еще несколько лет назад ее невозможно было вытащить из-за руля. Еще когда жила в Сибири, мечтала о собственном авто. Первую машину Светлане подарил муж. Это произошло уже в Берлине. Это было Peugeot 206 CC кабриолет ярко-зеленого цвета. Он мне подарил ее с таким огромным красным бантом. Она стояла во дворе. Я думаю, боже, какая красивая, какая классная машина. Вторая машина у меня появилась через два года. Это была очень красивая, золотого цвета. Cabrio Audio A4. Я ее когда увидела в салоне, она стояла как раз внутри салона. При этом все софиты смотрели на нее. Все, она вся переливалась разными огнями. Я думаю, боже, боже, это не машина, это мечта. Ну и в итоге эту мечту мне пришлось осуществить. Она у меня появилась. Честно говоря, я каждый день, когда ездила на этой машине, получала огромное удовольствие. Потому что на каждой парковке, возле каждого ресторана подходили люди и говорили, боже, это самая красивая машина, которую мы когда-либо видели. И я тоже, когда на нее смотрела, всегда поднималось настроение у меня. Но это только некоторые женщины с годами хорошеют. А вот машины, причем все, становятся чем старше, тем хуже. И свою постаревшую Audi Светлана продала. Я думала о том, что может быть я куплю что-то себе попроще. Но я поняла, что просто машина мне не нужна по факту. Мне нужен красивый аксессуар. А так, я живу рядом с метро, 10 метров от моего подъезда до метро, где сразу две ветки. Это центр города. И ко всему прочему я очень люблю ходить пешком. Первые два года, ой, аж прослезилось. Прослезилось, вспомнив о своей любимой Аде. Но грусть быстро проходит, когда Светлана вспоминает, сколько денег экономят без машины. По ее приблизительным подсчетам, несколько сот евро в месяц. И вот совершенно бесплатно Светлана опять в движении. По любимой теперь велосипедной дорожке. Известный российский пианист Михаил Мордвинов живет, по сути, на двух городах. В Москве больше передвигается на метро. В Берлине часто пешком. Потому что живет недалеко от всех важнейших музыкальных организаций, учреждений и учебных заведений. А вот при поездках на приличное расстояние пользуются каршерингом. В гаджете Михаила приложение, которое фиксирует и показывает место расположения свободных автомобилей для поминутной аренды. Красивая белая машинка. Сейчас немножко должно пройти времени, пока он подумает и передаст сигнал. И тогда вся система запустится и ее можно будет открыть. Сейчас она зарезервирована. 15 минут это бесплатно можно. Она ждет, стоит. Уже никто ее другой взять не может. Вот она открылась. Все. Машина открыта. В тот момент, когда Михаил открыл машину, в ее компьютер с его гаджета скачались. Персональные данные водителя, в том числе, актуальные для него адреса и маршруты. Ну, дальше вот здесь можно, например, выбрать... У меня тут есть айгенец или, например, мой домашний адрес можно выбрать, там или место работы, или так далее. Ну, вот тут вот разные всякие места, которые я уже заранее предустанавливал. И он будет показывать навигацию. А как это предустановилось? Это я предустановил в аппликейшене... То есть через гаджет? Не через гаджет даже, по-моему, на компьютере, на веб-сайте, когда я регистрировался. Но это можно управлять с компьютера, там, систему, там, веб-сайт, на котором можно посмотреть все предыдущие поездки и так далее. Ну, вот здесь оно появляется, айгенец или, потому что он вас идентифицировал, да? Да, он, естественно, знает, что эту машину именно я взял, и что вот я сейчас за нее полностью отвечаю, и, собственно, вот... И, соответственно, он выводит на дисплей как раз ваши данные, которые вы вводили, айгенец или и так далее? Да, 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 именно, именно. Михаил, как и Светлана, считает, что в Берлине ездить достаточно комфортно, но о личном автомобиле пока не думает, смысла в машине не видит. Вообще, обычно я пользуюсь этими машинами, когда мне нужно ехать в Шенефельд. Это значительно дешевле, чем такси, и если много вещей там тащить, или, допустим, как-то в то время, когда обеспеченный транспорт уже не очень хорошо ходит, это очень удобно. Ну, а вот сколько стоит, например, поездка в Шенефельд отсюда от школы? Отсюда, я думаю, где-то евро 20 будет стоить. Ну, а такси... А такси 50. А такси 50. Профессиональный танцор и преподаватель танцев Владислав Талибин везде передвигается на собственном авто. Он любит машины. У Владислава, который живет в Берлине уже 12 лет, богатое опыт вождения не только в столице Германии. Да, я вожу машину с 18 лет, причем я могу ездить и на левой стороне, и на правой стороне, потому что до этого я жил в Лондоне, и тоже как бы я ездил на машине. Единственное различие, Лондон очень загруженный город, и на машине в Лондоне, конечно, я не советую никому ездить. Берлин, совсем другой мир, все гораздо проще, спокойнее, и, допустим, в дневное время очень удобно до часа пик перемещаться на машине. Поскольку Владислав человек искусства, для него важно, чтобы в машине была эстетика. И он готов даже переплачивать за красоту и комфорт, но многие выбирают машину для себя по другим критериям. Мы здесь как бы в центре Берлина находимся, и мы чувствуем, что здесь люди более покупают машины с автоматиком. У нас есть филиал за Берлином, там на это намного меньше спрос идет. И универсалы, это все зависит, или маленькая машина, это все зависит, конечно, от семейной ситуации, например. Конечно, удобнее в городе ехать на маленькой машине из-за парковки, ну, и автоматик намного больше желающих есть, которые именно в Берлине, в центре живут, чем кто-то за Берлином. Люди уже сейчас стали более смотреть на то, сколько берет бензина машина, да, и дизель, бензин, сейчас уже все более идут на бензин, потому что, как бы, тенденция идет туда, что дизельные машины, может, не так быстро, но через 5-6-7 лет вообще могут запретить в городе. И уже люди сейчас боятся этого, и тенденция уже медленно, но уже чувствуется, идет в сторону бензина. Что же касается того, какую машину покупать, новую или подержанную, то тут есть нюансы. Если вы приобретаете новый автомобиль, скорее всего, в течение нескольких лет у вас не будет с ним никаких проблем. Но если выбор пал на машину подержанную, нужно быть внимательным при покупке, попытаться сравнить оттенки лака на разных частях автомобиля. Если они отличаются, то машина, как говорят, крашеная, а значит, битая. Можно проверить и ходовую. пошатать за колесо. Не должно быть нигде никакой игры. Ничего стучать. Горизонтально и вертикально. Значит, уже ничего не разбито. Конечно, надо посмотреть на резину. Здесь мы видим, что она по закону еще проходит, но здесь уже немного осталось, меньше миллиметра по этим точкам. То есть, такую резину нужно менять или... Вскором. Да, или... Быстрее всего, последний сезон уже. Да, или при покупке, например, покупатель может сказать, я машину эту куплю, но я хотел бы, чтобы была поменена резина, да? Да, именно. Очень важно смотреть края резины, каркас, чтобы здесь не было нигде закусов, или царапин, или порезов. Уже часто из-за бордюров при парковке у вас здесь трескает резина. Это самое опасное место в резине, в трещинах. Давайте поднимем машину повыше. Я покупал машину БУ, как и все обычные люди. Автоскаут, наверное, это был, где я нашел подходящий мне автомобиль. Я позвонил, приехал, сделал пробуфарт, посмотрел, как... в каком состоянии машина. Мне все подошло, я взял и привез ее в Берлин. Потому что машина находилась не в Берлине, она находилась в Сабрюкине. Если есть какие-то сомнения, лучше всего, конечно, взять машину и поехать на тюф, сделать тюф, и тогда сразу будет ясно, все ли в порядке с ней. Такая проверка будет стоить, возможно, сотню евро, но сэкономят вам силы и средства в дальнейшем, если уж вы любите водить и без автомобиля не представляете свою жизнь. Если я собралась покупать машину в Германии, как мне выбрать ту, которая мне нужна? На что ориентироваться? И где ее можно купить? Ориентироваться только на свою интуицию. Как в любом другом вопросе, вот нравится мне этот автомобиль, значит, надо покупать. Это то, что никогда не обманывает. Если примерно сформулировать свои представления о будущем автомобиле, модель, даже не модель на самом деле, но калибр, условно говоря, да, маленький, большой, средний, дизельный или бензиновый, или электрический, или гибрид, или газовый, да, то есть надо определиться с какими-то пристрастиями. Ну, а для этого примерно понять, куда вы собираетесь ездить, сколько собираетесь тратить, по городу, или выезжая куда-то, там, в пробеге Берлин-Мюнхена и обратно, раз в неделю, это уже другое, понятно, да? Чтобы понимать, это 600 километров в одну сторону, 600 километров? Да, 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 да. Причем по хорошему, комфортному автобану номер 9, который местами позволяет ехать без ограничения скорости. Вот сколько, сколько может, да? На все деньги называется по-русски. Так вот, исходя из всего этого, надо примерно представить, что это должен быть за автомобиль, а дальше с помощью вот этих вот платформ, искалок, свои вот эти представления перевести в форму каких-то конкретных предложений. Назовите, пожалуйста, эти платформы. Одна из них называется мобили.де, ее знают, наверное, во всем мире, поэтому, ну, уверен, что все наши зрители с этим хорошо знакомы. Вторая, AutoScalo24, тоже ДЕ, практически процентов 80 объявлений на них дублируется. То есть человек дает объявления о продаже на одну площадку и на другую. Да, но вот если опять-таки ориентироваться на ту информацию, то, что к 2030 году в Германии не должны уже продаваться дизельные и бензиновые авто. Но за это время, сколько мы еще автомобилей сносим, это же... То есть вы считаете, пока можно особо... Да, ну вот дизель, вот дизель, да, то есть электрический, пока я для себя не рассматриваю, и вам пока не советую, потому что все-таки рано, это не та техника, на которую можно вот так вот пересаживаться, не заметив того, что пересели. Почему? Очень много реальных минусов, которые... Ну, не то, что минусов, да, но определенных вещей, которые делают эксплуатацию сложнее. Именно как владельцы, скажем так. Ну, зарядка в первую очередь, да, то есть надо искать вот эти вот колоночки, их много по всему городу, но в нужный момент, когда она понадобится, ее наверняка рядом не будет. Хорошо, если свой дом, участок можно это оборудовать у себя прямо, то есть от своей вот домашней электрической сети энергоснотажения. Тостер, включить машину. совершенно верно. Немножко мощнее, скорее электрическую плиту придется на какое-то время обеспечить. И вместо нее, да. Ну, это все реально, это стоит небольших денег, какие-то формы покупки электромобиля учитывают эти расходы, то есть они включены в цену, условно говоря, либо есть долгосрочная аренда какая-то, может быть, электромобиля. Подробности, да, это уже детали. На самом деле, я не думаю, что это, ну, в первую очередь, нашим зрителям настолько интересно, что вот все побежали покупать электромобили. Рано, потому что многие технические решения пока еще не созрели. Вы тоже так считаете? Или вы все-таки склонились бы, учитывая то, что вы, в принципе, готовы открываться? Я бы, скорее, наверное, может быть, выбрал гибрид, скажем так. Потому что, в чистом виде, да, электроавтомобиль еще нужно дорабатывать. Но прогресс не стоит на месте. Действительно, каждый месяц читаешь новости и просто удивляешься, насколько быстро все развивается. Но вообще, надо сказать, что и власти Германии сами говорят о том, что сначала нужно все-таки лучше подготовить инфраструктуру, потому что у электроавтом тоже есть еще ограничения, что они могут без зарядки проехать там 300-500 километров, а дальше уже нужно... Смешное ограничение это то, что ты не можешь оставить машину на зарядке. Как только она зарядилась, ты должен убирать ее оттуда. То есть, ты не можешь, скажем так, оставить ее и все, и пойти дальше. Нет, ты должен там через час, там, я не знаю, сколько там... То есть, есть ряд неудобств, да? Об этом надо помнить, надо постоянно держать это в голове и следить за этим. Хорошо, но вот допустим, мы определились с типом машины, которую я покупаю. Есть вероятность, что через интернет меня могут как-то обмануть? Ну, с новым автомобилем человека обмануться очень тяжело. То есть, каким образом, да? Вы заплатили деньги и ничего не получили. Ну, в Германии, в общем, это абсолютное исключение. Это сложно, тяжело. Ответственность, уголовная ответственность того, кто позволит себе такое, но она, в общем, его остановит, понятно, да, в какой-то момент. То есть, может быть, кто-то попытается вот так вот развести на деньги, но у меня такие случаи, когда это вот действительно удавалось бы до конца, ну, неизвестно. Максимум, о чем может идти речь, пользуясь тем, что человек, покупатель, плохо ориентируется, языка ему не хватает, знания, специфики, страны, чего угодно. Вот, кто-то может сказать, окей, заплатите мне какой-то залог, какой-то аванс, 500 евро. И вот после этого, дальше мы уже с вами сделаем договор, купли-продажи и уберите в этот свой автомобиль. Естественно, этого делать не следует, никто этого не делает, но кто-то на это может попасться. Но вот представить, что кто-то заплатил, не знаю, 20 тысяч евро за автомобиль и не получил этого автомобиля, еще раз мне такие случаи неизвестны, думаю, что их попросту нету. Подержанный автомобиль это совершенно другая, другая история. Надо, в первую очередь, понять, кто продает автомобиль и посмотреть в его честные глаза, что, собственно, он рассказывает про этот автомобиль. Когда он говорит, что автомобиль, ну, новый совсем, вот я там 3 года на нем проездил и пробег у него всего ничего, но при этом человек не может объяснить ни куда он ездил на этом автомобиле, то есть, на работу он ездил или он ездил по Германии, потому что работает, живет в Берлине, работает где-то еще, да? но всегда есть какие-то вот такие совершенно примитивные вопросы, на которые человек легко отвечает, если говорит правду, а если он пытается сказать неправду, он начинает конструировать какие-то вот такие непонятности, ну, тут же вы говорите ему большое спасибо, до свидания, было очень интересно с вами познакомиться и идете искать дальше. Но я не могу сказать, что этого происходит, что этого много, что это происходит, безусловно, но это не массовое явление, поддержанный автомобиль покупать можно совершенно смело, это делать лучше, ну, в первую очередь, наверное, не в большом городе, потому что городская эксплуатация для автомобилей, во-первых, это не полезно, и, ну, может быть, это не совсем такие политкорректные вещи, но все-таки структура городского населения, она отличается от, ну, того, что мы наблюдаем где-нибудь в небольшом городке, где все знают друг друга, да? Скажите, а принято ли здесь, в Германии, брать с собой на покупку какого-то эксперта? Есть ли такие, фирмы, которые предоставляют услуги, например, если я дилетант, если я правда не знаю, как мне выбрать? Совершенно разумное решение взять с собой кого-то, кто может посоветовать, неважно что, речь идет о технической стороне, либо о каких-то формальностях, ну, потому что, понятно, с этим можно справиться самостоятельно, но в 4 года всегда лучше, чем 2, это понятно. Можно обратиться за помощью к эксперту, что многие делают, то есть мне достаточно часто приходится оказывать подобные услуги. Дорого не стоит? Они стоят по-разному, в зависимости от того, кто к вам обращается. Кто обращается, да, скажем так. В принципе, средняя рыночная цена таких услуг, ну, поскольку они занимают где-то около часа или двух, можно ориентироваться примерно где-то на диапазон от 150 до 300 примерно евро. Скажите, если бы вы себе выбирали машину, какую бы вы сейчас машину из Скара? Ну, большую семейную, где со движными задними дверями, большим багажником. Ну, вы же примерно подсчитывали, сколько вам обойдется, во сколько вам обойдется ее покупка и обслуживание? Ну, в принципе, да, то есть это примерно новый автомобиль стоит порядка 30 тысяч евро. Сколько? 30 тысяч евро. Новый? Да, новый. БУ, соответственно, там процентов на 20-30 ниже, не очень старый, чтобы был автомобиль. И, ну, наверное, где-то тысячи полторы в год получается это налоги и обслуживание. То есть это опять зависит от семейного дохода, можете ли вы себе позволить задержать такую машину. Что касается покупки новых машин, как здесь развита система автокредитов? Насколько легко его получить? Достаточно легко, если у вас есть постоянный доход, который вы можете показать банку. Если нет негативной банковской истории, практически никаких проблем это не вызывает. И получить кредит легко. А процент такой? Примерно в среднем? Проценты примерно те, которые сейчас банковские. Ну, сейчас же деньги раздают практически бесплатно, очень небольшие проценты. То есть, финансируем там 0% рекламируют многие, что покупают. От 0% до 1% вряд ли больше. Совершенно реальные цифры. Поэтому, ну, нулевой процент, собственно, понятно, как бы уже дешевле, это некуда, поэтому это хорошо, удобно, почему нет? Это позволяет планировать расходы, не отдавать сразу какую-то крупную сумму. Конечно. Что касается покупки поддержанного автомобиля, принято ли в Германии торговаться и на сколько реально сбить стоимость? Ну, давайте на примере возьмем. Конечно же. Да нет, но я, собственно, могу даже ответить, однозначно принято. Это не вызывает никаких косых взглядов. Да, человек хочет сэкономить какие-то деньги. Ну, на сколько это реально, какого порядка цифры, сколько можно торговать, попросту говоря. Ну, надо ориентироваться. То есть, гарантированно можно сказать, что вот округленная какая-то цифра ближайшая, она просто заложена даже вот в само это объявление. Если человек пишет, что что-то продает там за, условно говоря, 9,5 тысяч, значит, за 9 отдаст. А все дальше, все, что ниже этой цены, это зависит от того, насколько вы будете убедительны, насколько человек спешит избавиться от автомобиля, сколько времени он уже продает его, поэтому, кстати говоря, интересно отслеживать объявление, которое вы смотрите, сколько времени оно уже находится в сети. Его повесили вчера или две недели назад, или месяц. В разных искалках есть такая возможность. Это интересный, на самом деле, такой фактор. Но, и опять-таки, тогда надо посмотреть, а если он, ваш контрагент, легко согласен снизить цену, не будет ли это слишком подозрительно? Может быть, он знает что-то такое про этот автомобиль, из-за чего он так легко идет на эти переговоры. Поэтому полка от двух концов, то есть торговаться надо, но внимательно следить за реакцией противоположной стороны. То есть это целая стратегия? Психология. Что еще нужно знать о покупке автомобиля в Германии? Ну, надо просто планировать в первую очередь, надо точно отдавать себе отчет, какие расходы, связанные с эксплуатацией данной модели, то есть не автомобили вообще, о чем мы говорили, сколько вам придется заплатить, условно говоря, в течение ближайшего квартала. Для того, чтобы не получилось, что автомобиль-то купили дешево, но оказалось, что у него шестилитровый дизельный двигатель, условно говоря, хотя таких не бывает, но семилитровый бензиновый, например. Почему бензиновый и дизельный разные налоговые ставки, в зависимости от того, какой вид топлива. Ну, короче говоря, оказалось, что вам пришел из налоговой инспекции счет такого размера, что по сравнению с ним те деньги, которые его отдали за автомобиль, это вообще ничего, то есть основные расходы впереди оказываются. Но вот в такой ситуации лучше не оказываться, поэтому надо заранее посмотреть, сколько стоит налог на ваш автомобиль, сколько стоит страховка на ваш автомобиль. Она зависит не только от автомобиля, но и от вашей предыстории как водителя, точнее говоря, как автострахователя. Если вы начинаете вот эту свою страховую карьеру с чистого листа, с нуля в Германии, то это может быть достаточно дорого. Поэтому, может быть, есть смысл первые года два или три проездить на чем-то попроще, подешевле, но потом пересаживаться уже на какие-то Феррари, которые, понятно, дают другие расходы. Поэтому первое, еще раз, это планировать расходы. Второе, планировать, ну, в принципе, все, что весь, все автомобильная жизнь. Например, вот вы приезжаете домой из магазина и обнаруживаете, что в радиусе километра мест нет. Значит, придется ходить пешком, ну, или, не знаю, там, возить с собой велосипед, чтобы проехать этот километр там на велосипеде, да, из багажника достать складной велосипед и приехать домой. Это надо запланировать. Хотя бы купить вот этот складной велосипед или арендовать место для парковки, что тоже бывает, или гараж, что бывает реже. Ну, короче говоря, вот такая конкретика, с которой лучше не сталкиваться в последний момент, а заранее как-то предвидеть эти проблемы и как-то их заранее решать. Вот это я посоветовал бы. Что еще, наверное, важно, но все-таки такое совсем спонтанное решение, когда вы покупаете какой-то неизвестный вам автомобиль, не совсем правильно. Возьмите, уже когда вы примерно знаете, что вы собираетесь покупать, возьмите автомобиль покататься не на 15 минут, как вам предложат, ну, например, если это новый автомобиль в магазине, а часа хотя бы там на 3-4. А это не возможно? на 1 июнь спокойно. Запросто, конечно. То есть я могу прийти и сказать, я хочу поездить на этой машине? Да. Причем без сопровождающего. Да. В России обычно, например, мне просто, в России обычно ты там полчаса делаешь поездку с продавцом, скажем так. А в случае, если я, не дай бог, попаду в ДТП? Застрахована. Все станет. Да. Их ответственность. Ну и при этом поездить примерно вот по тому, прошу прощения, по тому маршруту, который вам предстоит проезжать ежедневно или там раз в неделю, не знаю, дом, загородная вилла, ну вот все, все ваши поездки, которые обычно там, где этот автомобиль будет реально ездить, поездить просто по этому маршруту и посмотреть, удобно или неудобно. Как намного проще велосипеда покупать. Я как раз сейчас хотела вас спросить, убедил ли вас Леонид в том, Ну просто на самом деле как бы все аргументы, они мне были уже известны до, как автомобилисту, поэтому очень... Ну я пока даже не пытался. Вы знаете, вы не пытались, но даже этого мне, например, хватило для того, чтобы склониться к покупке авто. Я тоже сомневалась. Уже. То есть мне наоборот, мне интересно именно почувствовать эту, может быть, немецкую жизнь моих соседей в какой-то степени, что ездить на велосипеде на природу с велоприцепом с детьми, что ездить на велосипеде какие-то дальние путешествия. Я, допустим, планирую, может быть, летом плане поехать Гамбург-Киль из Берлина на велосипедах. Это какое расстояние? До Гамбурга примерно 200, потом до Киля около 150 и обратно. То есть, на них там неделя, скажем так. С детьми вы планируете? Ну почему нет? Смело. Кстати, вот комбинация на самом деле автомобиля и велосипеда, она же... А почему нет? Ну на автобане, по крайней мере, очень часто видно, когда народ перемещается на такие большие расстояния в отпуск. С Балтики на юг, с юга на Балтику. И все они проезжают не на Берлину, поэтому постоянно и здесь видишь. сзади платформочка, на которой стоит там 1, 2, 3, 4, 4, по-моему, максимум, да, велосипеда. И все семейство вот в таком... Это все-таки путешествие. Это не... На автомобиле, но с велосипедами и на месте можно кататься. Я говорю, то есть я тоже думаю, вот я покупаю себе автомобиль, семейный, большой, и он 300 дней стоит возле дома. То есть, я плачу очень много денег, но на эти деньги я получаю 60 дней автомобиля. То есть, для ежедневных поездок мне это... Большой семейный автомобиль мне не нужен. Еще иметь один маленький, еще затраты, еще налоги. Как бы в этом вот... Ну, я вижу проблему. То есть, я не хочу платить деньги за то, что я не использую. Ну, это логично. Кстати, как отнеслись ваши, например, российские друзья и ваша семья к тому, что вы приняли такое особенное решение? Меня постоянно спрашивают, как бы, что автомобиль, где автомобиль, там, и так далее. Ну, я говорю, знаете, в Перлине автобусы ходят очень хорошо. Почти всегда. Почти всегда, на самом деле. У меня, как бы, по крайней мере, не было проблем. И, действительно, ну, я отдыхаю. Я люблю ездить на велосипеде, потому что ты едешь через Тиргарден, тут цветочки, там, птички поют, тут там люди в настольный теннис играют. Ты едешь медленно, ну, относительно автомобиля, ты успеваешь что-то рассмотреть вокруг. Когда едешь на автомобиле, в большинстве случаев ты видишь точку А, точку Б. Вот что я еще хотела спросить, возвращаясь к теме поддержанных автомобилей. определенное время назад здесь было очень популярно иметь старые советские автомобили. Ну, вот буквально здесь, за углом у нас стоит троечка, расписанная под милицейскую машину. Ну, или НИГ, тут тоже можно встретить. Вот сейчас этот тренд уже немножечко сошел на лет, или все-таки оно по-прежнему популярно? Ну, на самом деле, тут два явления сразу просто. Одно наложилось на другое. То, что касается техники, как принято здесь ее называть, таким политкорректным, выражением техника восточного блока, для того, чтобы не выделять, условно говоря, советскую, польскую, ГДРовскую и так далее. Да, вот есть такое обозначение. Ну, интерес к ней, безусловно, есть, никуда он не делся. И молодой человек, который вот приобрел эти замечательные автомобили, сдает в аренду, знаете, да, они сдаются. Это стартап. Да. Это совершенно такая вот собственно, идея, которая родилась на волне вот этого движения. Да, это ее просто такой фрагмент. наиболее заметный. но ведь многие покупают не для того, чтобы сдавать, а для того, чтобы владеть. Совершенно верно. Вот, нужно видеть просто, как гордо они едут за рулем. Так вот, это все на самом деле часть одного, намного более масштабного явления, а именно интереса к исторической автомобильной техники. Потому что, вообще говоря, мы, собственно говоря, начали с этого слова. Автомобиль, вещь в первую очередь эмоциональная. И вот эта эмоциональность, она проявляется в первую очередь, наверное, но вот на примере такого олдтамерного, как есть такое замечательное слово, искусственное, совершенно в русском языке, но оно там прижилось, и в немецком, тоже искусственное, тоже прижилось, давайте будем вот его и употреблять, другого нету. Так вот, все вот эти старые автомобили, они на самом деле выполняют, ну, сразу очень много разных, очень важных миссий. Во-первых, это, ну, сохранение пресловутой технической культуры. До тех пор, пока эти автомобили существуют, пока на них кто-то ездит, есть люди, которые в состоянии их, условно говоря, разобрать и собрать. Ну, вот вы, окей, мы, наверное, сейчас будем говорить о ком-то, кто еще несколько лет назад знал, как, открыв капот автомобиля, не только проверить уровень масла и насколько заряжена аккумуляторная батарея, а может быть, даже выполнить какой-то достаточно простой, но необходимый ремонт. Для чего? Во-первых, сэкономить деньги на поездке в мастерскую, ну, и во-вторых, в общем, получить удовольствие, сделал сам это всегда интересно. Современный автомобиль таких возможностей оставляет намного меньше, чем это было даже 10 лет назад. А электромобиль, раскроет профессиональный секрет, таких возможностей не оставляет вообще. Потому что, когда вы открываете его, ну, даже не капот у него, не капот там, ничего нет у него, батарея вместо моторчика, вы увидите, в первую очередь, разные пластмассовые детали оранжевого цвета. Что это значит? Их нельзя трогать. То есть, вы имеете в виду, что пропадает вот элемент общения со своим автомобилем? А это одна из важнейших составных частей, потому что интересно не только владеть, хранить в гараже, пользоваться, рулить, но интересно, когда ты понимаешь, как она устроена, и можешь, когда она вдруг перестала работать так, как надо, можешь вмешаться и починить. Так вот, старый автомобиль такой возможность до сих пор, к счастью, нам предоставляют. Поэтому переход интереса происходит такой очень масштабный и заметный везде, на любой выставке в первую очередь, от современных автомобилей к вот этим вот алтаймерам, к старым автомобилям. А уж советские это автомобили, или польские, или еще какие-то, или свои родные немецкие, это на самом деле второй вопрос, потому что, ну вот посмотрите, сейчас выставок, где собираются энтузиасты, которые вот эти автомобили коллекционируют, и не только коллекционируют, но и продают, ремонтируют, обслуживают, и так далее, образовалась на самом деле огромного размера такая субпромышленность, такая экономическая ниша своего рода, которая уже сейчас по своим масштабам соизмерима с, ну, по количеству занятых, с автомобильной промышленностью целиком, да, исходя из этого, никуда автомобильный рынок не денется, значит, если мы не будем ездить на новых автомобилях, если их перестанут производить, или запретят нам покупать, ну, пересядем на старые, у нас их еще достаточно. Что же, большое вам спасибо за информацию, абсолютно вам самим решать, какой автомобиль покупать, или может быть отказаться от него вовсе. Это была программа «Страна и люди». Увидимся ровно через неделю. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok